Юранкино разоблачение мошенников продакшн представляет Работники и сотрудники в кавычках якобы службы безопасности Сбербанка В кавычках, которые всем постоянно любили названивать и кидать людей на бабки и обманывать У нас с вами теперь образовался новый вид мошенничества Который названивают якобы с сайта работа.ру Предлагая людям работать, но при этом не говоря о том, что это за работа Разумеется, нам с вами потом пересылают на другого человека Который предлагает нам с вами установить Zoom Исходя конечно из названия ролика, вы уже понимаете о чем скорее всего пойдет речь Предлагается установить Zoom на свой смартфон И при помощи данного собственно приложения вы связываетесь с девушкой Которая потом, ну или с девушкой, с мужчиной, я не знаю кто там у них еще может быть Вы предоставляете доступ к своему экрану, а точнее показываете экран Как вам скажут о том, что если вдруг вы все-таки согласились Вам предложат включить демонстрацию экрана на своем смартфоне Что самое интересное, когда вы попытаетесь, скажем так, или скажете, что я хочу использовать Zoom на своем компьютере Вам скажут, что этот вариант не подходит Работа вам будет предложена разными проектами Когда я сказал, что я занимаюсь монтажами Что также, допустим, там занимаюсь YouTube дополнительно Мне сказали о том, что работа такая тоже может найтись Какими-то проектами Сказали, что якобы они с какими-то вместе там различными банками сотрудничают И есть определенная работа Это не продажи, это не торговля Не всякие инвестиции и все тому прочее Тогда, разумеется, задался вопросом И внутри себя у меня было недопонимание О чем вообще происходит О чем тогда может быть еще речь Как бы, что еще может быть за работу вообще в банке Не обзвон клиентов, никого вообще Это очень как-то подозрительно и странно Мне сказали о том, что почему со смартфоном нужно заходить Потому что это регламент Ты втираешь мне какую-то дичь Это, внимание, это регламент их компании Причем девушка, когда мне перенабрала Сначала позвонил какой-то мужчина И сказал мне о том, что Нужно установить зум Я сказал, что зум есть на компьютере Мне сказали, нужно поставить зум на Вот эту вот теме Причем, что самое интересное Вам сразу не скажут о том, что это за работа Вам не скажут Слышите меня Вас перенаправят на другого человека Вам перезванивает другой человек Что самое удивительное Определительный номер, знаете, показал какой адрес? Башкортостан То есть, если мы понимаем о том, что работа.ру Вероятнее всего это где-то должно быть в Москве Учтите тот факт, что ни с Headhunter Никогда, ни с работы Руни С каких-то либо других компаний Вам именно с сайта звонить никто не будет Вам звонить может только официальный работодатель И работодатель должен представляться Сразу какой-то определенной компанией Что самое интересное Они никакой компании не представили Особенно, когда девушка Мне перенабрала Она вообще не сказала, что у них за компанией Она сказала, что я старший сотрудник компании Какой компании, непонятно Никто ничего не сообщает Что за работа, тоже никто не говорит И то, что вы сможете делать запись экрана через Zoom Почему находимся в Zoom Сейчас вы узнаете чуть позже Ну и разумеется, мне данная история напомнила Одного моего старого друга Ну так вот, друзья Ближе к делу И мои некоторые познания в моей IT-сфере Дают мне понимание о том Что это как-то очень странно и подозрительно На что я им ответил Что у меня много очень личных данных на смартфоне Zoom на смартфоне Мы также с вами посмотрим Где я кое-что объясню Что у меня именно вызвало подозрение Ведь мне сказали о том Что мой экран никто видеть не будет Это один из важных моментов Которые вас, скорее всего, так же Как и меня попытались обмануть Разумеется, я сбросил связь Я их заблокировал еще и до Нового года После Нового года Сейчас они мне позвонили в итоге С нового телефона И скажут, что, наверное, связь прервалась Или еще что-то либо прочее Причем человек, я вроде как по голосу узнал Был тот же самый абсолютно человек И момент Для всех тех, кто не знает Возможности В Zoom Есть возможности Вести Также показывать демонстрацию экрана Та, которая их, скажем так Не устроила То есть, хотя Можно было демонстрацию экрана сделать И также при помощи того же самого Зума на компьютере Но их это не устроило Они сказали, что обязательно Чисто принципиально Нужно только, чтобы было на смартфоне Значит, запись Можно делать с экрана Только Внимание, только В приложении Зум на компьютере Для всех тех, кто не знает Вы нажимаете запись Сейчас услышите звук Возможно характерный И допустим продолжить без звука И вот у нас пошла запись Они сказали, что если потом вам понадобится Вы сможете пересмотреть эту запись Тому прочее и тому подобное А теперь, внимание, момент Теперь, внимание, момент Запись на андроиде делать нельзя У меня есть встроенное приложение Как и в большинстве смартфонов Для записи с экрана То есть, я сказал Давайте я не буду, скажем так Нажимать демонстрация экрана На своем смартфоне А сделаю демонстрацию Скажем так Даже не буду вообще В принципе включать Там поделиться экраном Как они скажут вам сделать И нажать экран То есть, поделиться Проще говоря, человек будет вообще Видеть все, что вы делаете на экране Я им сказал У меня есть стороннее приложение Для записи видеоролика Для записи видео с экрана И я хотел бы им воспользоваться На что мне ответили Что делать этого нельзя То есть, запись экрана Будет происходить только в приложении Zoom Разумеется, меня внутри Какие-то начали мучить сомнения Да и тем более, что предлагаются Какие-то предложения Какими-то, там, не знаю Взаимодействия банковскими Какими-то продуктами И что-то еще прочее В общем, какие-то варианты Причем они ничего не сказали И не скажут вам до того момента Пока вы не включите им показ экрана И, разумеется, через телефон Ничего им не покажете Огромное подозрение У меня вызвали следующие функции Теперь давайте, наверное Сейчас мы с вами перейдем к смартфону И, собственно, вы сможете Все полностью абсолютно Понаблюдать сами Что же мы с вами видим, друзья? Когда мы с вами зайдем В данное приложение Разумеется Нам с вами скажут Что нужно нажать поделиться То есть, мы с вами нажимаем поделиться И после этого нам скажут С вами нажать на поделиться экраном То есть И здесь мы с вами нажимаем Допустим, разушить приложение Zoom Записывать аудио Но мы нажимаем, допустим, только в этот раз И вот у нас с вами появляется Вот такое вот окошечко Начать запись или трансляцию Через приложение Zoom Во время записи или трансляции У приложения Zoom Будет доступ ко всей информации Которая видна на экране Или воспроизводится с устройства В том числе к паролям Сведениям платежа К фотографиям, сообщениям И прослушиваемым аудиозаписям То есть Мы с вами намерены Когда нам с вами скажут Нажать на эту функцию начать Предоставляем просто доступ Людям посторонним К нашему с вами смартфону И, разумеется, они смогут Совершенно спокойно видеть То, что у нас с вами происходит на экране Что происходило бы дальше Мне догадаться сложно Но, разумеется Судя по моим Хоть, наверное, и небольшим Каким-то знаниям в IT-сфере Я могу догадываться Что получить информацию Могут абсолютно к чему угодно Всего, что происходит на экране Причем они сказали Что они экрана видеть не будут Но, разумеется, мы с вами видим Что у нас с вами происходит трансляция И все, кто сейчас находится Допустим, скажем так В моей конференции В данный момент Могут наблюдать за экраном И видеть все, что здесь происходит Совершенно абсолютно спокойно Если это им необходимо Я думал изначально Что еще и доступ Также к экрану предлагается Но на самом деле нет То есть экраном управлять не могут Но видеть мои нажатия Вероятнее всего Они смогут И что, где я буду нажимать Также смогут запоминать Какие-то данные Там пароли Какие-то коды И все на свете А может быть еще и вовсе Потом какие-нибудь сообщения Вы приходили Допустим, на мой телефон И они бы все эти данные Просто выводили Допустим, отправляя смс У меня бы на экране Появлялось уведомление С сообщениями А они, вероятнее всего Смогли выполнять просто Вход и списать у меня деньги Которые, кстати говоря Если что, нету На минуту И поэтому я просто решил Дальше всю эту галлюматию Не производить Если, конечно же Вы хотите поэкспериментировать И проверить, что это такое Можете попробовать, ребят Я, конечно, понимаю Что работа Когда сама просится в руки Не ты ищешь работу А работу тебя ищет И находит Это все очень здорово Но скажу вам лично По своему опыту Как-то все это Очень подозрительно И странно Я очень надеюсь Что вы сами На все это не попались Потому что очень много Разных вопросов Плюс неизвестные номера Разумеется Неопределитель Яндекса Никто абсолютно Не знает Что это за телефоны Ни Касперский Никто не определил Разумеется Ни о какой компании Речи быть не может При забитии Этих номеров В поисковой строке Разумеется Вы вряд ли что-то Либо сможете найти Потому что информации О номерах Абсолютно отсутствует Использовать IP-телефонию С адресом Не знаю Башкортостан Для меня это как-то Очень странно И подозрительно Поэтому ребят Если вы Не попались На данный лохотрон Я очень надеюсь Потому что Что вас ничего не списали Если у кого-то Что-то списали Поделитесь пожалуйста В комментариях Опытом Каким-то определенным И я очень надеюсь Что вам не приходилось С таким сталкиваться И очень надеюсь Что вам никогда Не придется с подобным Столкнуться Потому что вас Просто-напросто Обманули Хотя бы как минимум Потому что Просто вот То что нельзя Использовать Скажем так Что нельзя Использовать Вообще Я вот не знаю Даже Зум Для компьютера Я им сказал Что у меня много Личных данных На смартфоне И использовать Нужно чисто Принципиально Зум Только лишь На смартфоне Это очень странно Причем Ни ссылки Ничего они не отправили Что за работу Они мне так и не сказали То есть Очень Похоже Все на лохотрон Причем Что Учтите Что запись В этом режиме Не работает Записывать могут они Экран ваш А вы записывать Экран Разумеется И наблюдать Не можете То есть Я очень надеюсь Ребят Что вы на это Все не повелись И Что у вас Все хорошо Что вас Никто не обманул И Не кинул Потому что Это реально Как-то очень Все стрёмно И Очень бы не хотелось Чтобы кто-то Из вас попался На такую дичь Реально Подозрительно Поэтому Ребятушки Как говорится Зло не дремлет А мы с вами Вместе Продолжаем Всяких разных Мошенников Разоблачать И Обличать Так что Ребятушки До скорого времени Огромное количество Гайдов Лесплей Всего крутого Сможете найти меня на канале С вами был Иван Швиранко До новых встреч Круйтесь и не переключайтесь И пока-пока Всем До новых встреч Ребятушки Берегите себя И своих близких Не попадайтесь на обман И не доверяйтесь Всем налево И направо Покедова Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...